Анатолий Михайлович, персонально, лично знаком, является моим другом на протяжении многих лет. Общаемся стабильно, постоянно, считаю его идеи революционными. Могу сказать, что Кашпировского считаю самым лучшим врачом на земле, потому что этот человек, в отличие от всех остальных врачей, которые могут вылечить за всю жизнь не больше 50 тысяч человек, вылечил уже на сегодняшний день несколько миллионов человек. Доказательства этого целительства были и на мне, и с моей матерью, с моими знакомыми, со знакомыми знакомых. Отрицать это глупо и безнравственно. Могу сказать, что этот человек по праву является человеком, которому можно поставить памятник за исцеление огромного количества людей. Могу сказать, что очень неправдивая информация была. Вместо того, чтобы клевать и уничтожать Кашпировского, нужно было поставить этому человеку памятник, потому что в тяжелые времена Советского Союза и по Советскому Союза этот человек действительно смог помочь огромному количеству людей. Это насколько нужно любить людей, чтобы спустя годы, чтобы спустя вот этот вот мрак, чтобы его обвинили даже в развале Советского Союза, чтобы спустя годы, спустя вот этот мрак, грязи, который лился на него со всех сторон, спустя просто огромное количество ненависти, которое почему-то публиковалось, человек помогал, человек во многом помогал бесплатно, человек во многом помогал всячески этим людям, знаете, и много сил этому посвятил, человек, оставшийся без денег фактически, человек, который вот эту всю грязь, я представляю, как он начал ненавидеть людей, но при этом этот человек с невероятно сильной харизмой, с невероятно сильным сердцем не сдался и все равно вещает, и все равно будучи уже очень взрослым, и будучи человеком, который все равно желает помогать людям, все равно несет свой крест. Уважение, низкие поклоны, долгих лет жизни уважаемому Анатолию Михайловичу. Я поклонник его деятельности, я понимаю, как работает его система, хотя, вероятнее всего, он сам не до конца понимает. Я знаю, как работает его система и понимаю, как это все работает, знаю, почему помогает, знаю, что есть в нем такого, что помогает. Это не гипнотические сессии, это сессии, которые ближе, скорее всего, к Райху, то есть это ближе всего к вот этому гиброозону, которым писал в своих книгах Райх. Я думаю, что это как раз продолжение данной системы. Ну и могу сказать, что подлость, конечно, людей, которые должны были бы защищать, они должны были бы стоять за... Люди такие обычные люди, знаете, люди обычные, они вот сказали им это плохо, даже если им помогло, они будут верить, что плохо. Да, сто раз помогло, скажут, да, вас загипнотизировали, но помогло же. Да, но люди же все говорят, что он зло, он развалил союз, он на людях там зарабатывал деньги, он негодяй. Все, все поверили. Ну а то, что он помогал огромному количеству людей, куда это делось? Каждый бы из этих миллионов сейчас отправили бы ему по одному доллару, и он бы решил все свои вопросы. Он же такой человек взрослый, ему нужно жить, есть, у него семья и так далее. Так растоптать человека, причем того человека, который во многом, много сделал хорошего, считаю это позор для людей.